МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости 1-го Карагандинского. В студии работает Динара Сартаева. Смотрите сегодня выпуски. Очередной суицид произошел в минувшие выходные в Тимиртау. Впадают ли в спячку медведей в Карагандинском зоопарке, узнавал Николай Кровец. Сегодня по всей стране сотрудники прокуратуры отмечают свой профессиональный праздник. Очередной суицид произошел в минувшие выходные в Тимиртау. Там 3-го числа текущего месяца покончил жизнь самоубийством 17-летний подросток. К слову, девятиклассник и до этого пытался свести счеты с жизнью. Однако тогда молодого парня спасли его родные. Что же заставило пойти на такой поступок, несовершеннолетнего жителя Тимиртау узнавала Мирамгуль Салкимбаева. Семья у Александра Гранковского уже более 10 лет неполноценная. В детстве их бросил отец. Как отмечают в следственном органе, парень 3 года назад пытался свести счеты с жизнью. Тогда из петли его успела вытащить мать. Однако судьбу семья Гранковских так и не смогла обмануть. Первым, кто увидел повешенным 17-летнего Александра в уборной 27-й школы, оказалась его мать, рассказывает представитель Акимата города Тимиртау. По данному факту в Восточном отделе полиции был зарегистрирован материал о том, что по фабуле завершен суицид. Тем временем в правоохранительных органах отмечают, что несовершеннолетний Александр больше года состоял на учете ГДН. Девятиклассник любил прогуливать уроки. Так утверждают стражи порядка. Пока же полицейские говорят, что причиной смерти подростка послужила его ссора с возлюбленной. 3 декабря 2013 года было совершено суицид несовершеннолетним учащицей 9 класса средней школы номер 27. Труп данный был найден матери в туалете, повешенном на веревке. Статистика в области самоубийств среди детей не улучшается. Напомним, накануне в поселке Доленко солдат воинской части 6505 также покончил жизнь самоубийством. 20-летний военнослужащий за два дня до трагедии должен был вернуться домой. Психологи же говорят, суицид это болезнь. Зачастую подростков к этому поступку приводят социальные или семейные проблемы. То есть там много факторов, которые приводят к этой ситуации. И биологическая причина – наличие психического или неявного психического заболевания. И психологические, социальные факторы, то есть условия, в которых человек находится. Это какие-то личностные особенности каждого человека, который принял подобные решения. Сейчас сотрудниками Восточного отдела полиции проводится расследование. По данному факту назначена судебно-медицинская экспертиза. Мирамгуль Салкимбаева, Бахтия Роспанов, Первый Каргандинский. Традиция отчитываться перед общественностью руководителем государственных структур продолжается. В этот раз в областном окемате вел диалог с журналистами начальник департамента здравоохранения Каргандинского региона Тулиген Садвакасов. На развитие здравоохранения в области выделенные средства с каждым годом увеличиваются. Обеспеченность врачами в регионе несколько выше, чем по республике. Однако дефицит существует. Всего не хватает 248 специалистов. Из них 49 врачей ждут на селе. В текущем году нам удалось привлечь 148 врачей к работе в системе здравоохранения. 28 пришли к нам из других областей. И 21 специалист приступил к работе именно в сельской местности. Но хочу отметить, что работающих пенсионеров в системе здравоохранения у нас пока достаточно составляет 578 человек. Планируется строить многопрофильную областную детскую больницу на 200 коек. Начинается строительство модульным способом фельдшерско-акушерского пункта в Нуринском районе. В дальнейшем строительство медицинских объектов на селе будет проводиться именно таким способом, что позволит в зависимости от количества населения увеличивать или сокращать объемы работ медицинских пунктов. В текущем году на закупку медицинской техники было выделено более полутора миллиардов тенге. В основном оснащалась онкологическая служба. Выделяли средства и системообразующие предприятия. Например, ТО «Казахмыс» купил 16 санитарных машин. В этом году 306 тысяч больных нам удалось обеспечить, именно тех, которые состоят на учете в наших полиплиниках, обеспечить лекарственными средствами. На это было выделено 1,9 миллиард тенге. Это больше, чем в предыдущем году, на 8-9%. Социально-психологическая и участковая службы пополнились новыми работниками. Установка такова, что на одного врача в настоящее время, допустим, врач общей практики, должно приходиться 3 средних медработника. На профильного врача-федиатра или терапевта должно приходиться 2 медсестра. Оценив ситуацию в здравоохранении области, Толлигенц-адвокасов ответил на вопросы журналистов. Сергей Высокосов, Бахтия Руспанов, Первый, Карагандинский. Исполнилось 20 лет кафедре журналистики Карагандинского государственного университета имени Букетова. Выпускники, преподаватели, студенты и гости со всего Казахстана прибыли сегодня на пресс-конференцию, посвященную этой дате. Кафедра журналистики Каргу была второй в Казахстане. Она сегодня готовит специалистов для региональных СМИ. Но многие выпускники работают в центральных изданиях на республиканских телевизионных каналах. Сегодня высока потребность в журналистике. Новое государство строится и меняется чуть ли не каждый день. Поэтому мы сегодня прикладываем усилия для того, чтобы улучшить качество образования. Сегодня на кафедре обучается 200 студентов. Ежегодно выпускается от 20 до 30 специалистов для Казахстана. Университет заинтересован в трудоустройстве каждого выпускника. Профессия уникальная. Журналист всегда находится на гребне событий. На кафедре уже третий год готовят специалистов по связям с общественностью. В области пиара, пресс-служб. Жизнь не стоит на месте и кафедра развивается в соответствии с требованиями времени. А выпускники просто не верят, что они уже закончили учебу в Каргу. Мне кажется, это было еще вчера. И действительно, мне кажется, это какая-то особая, которая учит интересную, очень увлекательную. Которая дает действительно настоящую работу в жизни. Хочу сказать большое спасибо всем нашим преподавателям, студентам, успехов, творческих, жизненных. Организовать информационное пространство – дело непростое, но интересное, требующее знаний, фантазии и искреннего желания изменить жизнь к лучшему. Этому и учат на кафедре журналистики уже 20 лет. Сергей Високосов, Жасулан, Ашимов, Бахтияр, Успанов, Первый, Карагандинский. Прокуроры шахтерской столицы возложили цветы у памятника героя Советского Союза Нуркена Абдирова. Сегодня, 6 декабря, в нашей стране отмечается День образования органов прокуратуры. Подробности в репортаже Николая Кравца. В свой профессиональный праздник прокуроры шахтерской столицы вспомнили подвиг Нуркена Абдирова и возложили цветы около памятника герою Советского Союза. Специально для этого пригласили его племянника. Его зовут Аубакир. И он тоже, как и родной дядя, работал в надзорных органах. Он хотел достичь многого образования, хотел иметь достойную работу. И вот он с села приехали в Караганду. Здесь он поступил в школу. Здесь он обучался в аэроклубе налётчика. Здесь же он также поступил на работу в органы прокуратуры. Как рассказал племянник героя, сначала Нуркен Абдиров работал управляющим делами прокуратуры, а потом был переведён народным следователем. Когда герою Советского Союза исполнилось 20 лет, он был призван в армию. В Великой Отечественной войне за 16 боевых вылетов Нуркен Абдиров на своём самолёте уничтожил несколько танков и более 20 автомашин. В преддверии празднования Дня образования органов прокуратуры нам выпала большая честь как молодым сотрудникам перед памятником Нуркена Абдиров возложить ветку цветов как человеку, который внёс большой вклад в становление и развитие органов прокуратуры, а также в укрепление законности. Действительно торжественный день, день образования работников прокуратуры. Вот сегодня меня пригласили к памятнику Нуркена, возложить цветы, провели небольшой митинг. Я за это очень благодарен, что помнят его. Николай Кровец, Жаслана Мандыков, Первый Карагандинский. Животным карагандинского зоопарка не страшны сильные морозы. Для них созданы все необходимые условия для комфортного проживания. Даже медведи, которые ложатся в спячку зимой, будут сытно накормлены. Чем ещё питаются братья наши меньше, узнавал Николай Кровец. Подготовка к зиме в Карагандинском зоопарке уже началась в начале осени. Наиболее теплолюбивых животных, таких как обезьяны, рептилии и некоторые виды птиц, стали заносить в помещении. На сегодняшний день температура в здании зоопарка сохраняется до 22 градусов тепла. А где достаточной температуры маловато, ставят специальные радиаторы. «Животные пока переносят такие достаточно лёгкие морозы хорошо, но часть животных у нас всегда зимует на улице. Хищная птица, медведи, львы, которые уже содержатся в неволе с 16 века, они практически адаптированы не только к нашему казахстанскому зимнему климату, но они прекрасно переносят даже сибирские морозы». Пока ещё сильных морозов в Карагандине наблюдалось. Работники зоопарка говорят, что многие животные вчера радовались первому пушистому снегу. Ни один питомец не заходил к себе в домик. Все наслаждались чудесной погодой. «И верблюды обратила внимание, и медведи, и лошади Приживальского, которые недавно появились совершенно в нашем зоопарке, приехали к нам из Чемкента. В общем, многие животные даже обрадовались вот этому пушистому снежному покрову». К зиме в Карандинском зоопарке готовы. Закуплено специальный корм и сено. Для животных созданы все условия. Когда будут усиливаться морозы в шахтёрской столице, в зоопарке предусмотрено утепление жилища зверей. Измениться рацион питания, увеличится приём мяса, овощей и фруктов. Заготовка кормов в зоопарке прошла успешно. В этом году запаслись продуктами для животных до весны. Работник зоопарка Юлия Бек-Магомбетова приходит в зоопарк рано утром. Сначала она убирается в клетках у обезьян, а потом подкармливает животных. Ей нравится наблюдать за этим процессом. Особое внимание в зоопарке уделяется медведям. Некоторые из них зимой ложатся в спячку. Но ненадолго. Когда наступает время еды, они просыпаются. Вот видите, сейчас впереди у нас этот Аид Кавини. Они долго жители на нашем Карагамском зоопарке. У них покругают медвецы, все их дети. Вот, в данном моменте, правильно говоря, Аид Кавини, они зимнее время, они надолго, 2-3 месяца спячки ложатся. А их дети иногда ложатся, иногда не ложатся. Все животные зоопарка готовы пережить самые суровые морозы в нашем городе. Для этого сотрудники карагандинского зверинца подготовились основательно. Николай Кровец, Жаслана Мандыков, Первый Карагандинский. Далее короткая реклама, не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Наслаждайтесь вкусом настоящего кенийского чая «Долина Нанди». «Долина Нанди» – прекрасный выбор за вами. Трэвел Мания. И пусть весь мир крутится вокруг вас. Телефон 506-366. Корректор А.Егорова Орион. Мы приносим радость в дом. Заниматься любимым делом и получать за это достойную плату – что может быть лучше? Впервые в Караганде мы предлагаем углубленный курс менеджера по туризму и директорские курсы «Стартап в турбизнесе». Программа курса включает работу с клиентами, конкуляция индивидуальных туров, работу с готовыми турпакетами, документы оборот при оформлении тура, паспортно-визовые формальности, правила лицензирования и многое другое. Углубленное изучение позволяет работать сразу после окончания курса на уровне профессионального менеджера с опытом работы или директора турфирмы. По завершению курса выдается сертификат. Набор ограничен. Справки по телефону 97 47 42 8 702 155 98 00. В честь наступающего года лошади по восточному календарю Национальный банк Казахстана выпустил золотую и серебряную монеты номиналом 500 тенге. На базе казахстанского монетного двора Национального банка изготовили немало памятного золота и серебра. Каждый год к радости нумизматов выпускаются новые тематические монеты разного достоинства. Национальный банк оправдывает сертификаты качества и защиты подлинности казахстанские купюры монет. Это единственный банк, который выпускает деньги согласно государственного заказа. В новом году выпустили две монеты золотую и серебряную с изображением лошади. Это серебро 925 пробы и золото 999 пробы. Памятные золотые и серебряные монеты имеют форму 12-гранника. Обе монеты из серебра и золота имеют идентичное изображение лицевых и оборотных сторон. На лицевой стороне монеты расположены плашка с гравировкой 500 тенге с пометками на казахском и английском языках. На оборотной стороне звенящего металла можно увидеть товарный знак казахстанского монетного двора, плашку с автографом 2014, а также надпись «Восточный календарь» на трех языках – казахском, русском и английском. Все желающие могут приобрести памятные монеты в отделениях Национального банка. В Караганде представители партии Нур-Отан совместно с сотрудниками здравоохранения открыли школу семейного воспитания при поликлинике номер один. Специалисты по семейным отношениям обратили внимание родителей, как правильно воспитывать своих детей. Маленькие ребятишки не хуже экспертов делили своими переживаниями и давали советы своим папам и мамам. Будущее Казахстана начинается прежде всего с семьи. По мнению президента страны Нусултана Назарбаева, каждый человек должен в первую очередь воспитывать достойного гражданина республики. Наше государство находится на новом витке истории. Мы стремимся вывести на рынок труда конкурентоспособных жителей Казахстана, способствовать в развитии личности готовых профессионалов Центра семейного воспитания города Караганды. В тренингах, которые будут проводиться в нашей поликлинике, совместно с психологами нашей поликлиники, Центра семейного воспитания города Караганды, Республиканского центра семейного воспитания, получат ответы на многие вопросы. Генеральный директор Института семейного воспитания Софья Евдокимова считает, что молодоженам должны разъяснить их обязанности еще на пороге семейной жизни. Информирование молодых пар должно лечь на сотрудников ЗАГСа. Советы по воспитанию молодых родителей можно найти в книге заслуженного профессора Института семейного воспитания Софьи Евдокимовой. На открытии школы она сама рассказала о работе университета семейного воспитания в городе Астане. У нас в институте создан университет педагогические знания родителей. И уже на протяжении трех лет наш центр семейного воспитания города Астаны проводит все мероприятия, которые нужны для родителей. На сегодняшний день через центр уже прошло более 5000 человек. Это только Астана. Софья Львовна рассказала об открытии центров семейного воспитания в Караганде, Астане, Павадаре, Шенкенте, Кашитал. Профессор Института семейного воспитания желает, чтобы в нашем государстве начали уделять большое внимание вопросам взаимоотношений в семье, чтобы государственные органы обучали психологов при своих учреждениях. Сами дети тоже выходили на сцену и давали родителям ценные советы, чтобы их не жалели, а всячески помогали в достижении цели. Но больше всего ребята хотят, чтобы их любили. Об этом юные карагандинцы и поют в своей песне. Кто полюбит от тебя, как мама, сами мы уже почти с усами, и штуки завязывай сами. Анастасия Семенова, Бахтияра Спанов, Первый Карагандинский. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Алюгал, Галвин, Херкюль. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Алюгал. Алюгал производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Алюгал это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легко в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Алюгал адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы это Алюгал. На этом наш выпуск подошел к концу. Смотрите новости 1-го Карагандинского и будьте в курсе всех событий. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Субтитры подогнал Игорь Негода.